У человека по имени «Ночь» родилась идея, пещерная игра, песочница, которая выглядит бесконечной, в которой каждый хоть раз говорил «Еще один блок». Этот человек, эта игра, эти блоки собрали всех вас здесь, чтобы отметить то, что стал игрой Майнкрафт. Это началось как простая идея. Извини, извини, ты бы не мог говорить как-то более эпично? Газари. Игра со случайно генерируемым миром, наполненным травой, землей и камнем. Вы можете ставить и ломать блоки, но требовало что-то еще. Ха, например, кальмарки. Хватит. Немного позже появились новые вещи, такие как деревья, вода, облака. Лава? Да, лава. Мир стал выглядеть немного натуральнее. Это был творческий режим в одиночной игре. Но что-то было упущено. Динамит. Нет. Другие люди. Начался тест версии с мультиплеером. Теперь люди творили вместе. Были добавлены новые предметы и блоки. Игра начала обретать формулу. Вау, круто. Куча народа с одинаковыми скинами. Да, но это поправит следующих версий. Ладно, двигаемся дальше. В игре теперь есть мультиплеер и творческий синглплеер. Но не было того элемента, который хотел ночь. Выживание. Началась работа, которая добавила в игру испытания. Были добавлены зомби и скелеты, но они не атаковали игрока. Овцы и свиньи тоже были добавлены. Ууу, непонятно как свинья превратилась в крипера. На данном этапе, эта версия игры была названа Classic. Classic, Classic. Бриллиант. Идеально. После Classic игра пришла в стадию Endash. Что бы это могло значить? Без понятия. Не столь важно. Было добавлено динамическое освещение, новый звуковой движок и много других важных вещей. Был представлен крафтинг. Затем вышло In-In-Death. In-In-Death добавил большие возможности в игровой мир. Бесконечная карта, которая выглядит как тот же квадратный мир. Но теперь она становится больше, когда игру его исследуют. В мире стали появляться полезные ископаемые, их термином добывать. И также были добавлены другие нововведения, как 3D облака, жиганетки и рельсы. А также сокровищницы. Затем первая главная версия игры была выпущена. Может не выпущена, а доступна? Да, звучит лучше. Пятницы стали секретными пятницами, когда в игру добавлялись новые возможности. Первым был ростом, который позволял строить электрические схемы. Такие как вот это. И не только такие. Были добавлены снежные меры водки и коровы. Целый багаж различных предметов. О, и слизи. Так этот зеленый на желе похож. Затем, в версии альфа, режим выживания был перенесен в мультиплеер. Это позволило сражаться с монстрами и выживать вместе. А, и убегать от криперов, которые взрывали дома игроков. Следующий большой патч икра получила на Хэллоуин 2010 года. Был представлен нижним мером. Это гибло место, полное свинозонки и тушерастирающих криков гастров. Здесь разлито огромное количество лавы. Игра переходит в версию бета. Было добавлено большое количество вещей. Таких как раздатчики, музыкальные блоки, торт, повторители и кровати. Освещение стало более мягким. По миру гуляют волки и вы можете проучить им иметь с собой несколько костей. В игре появились погодные условия. Идет снег, дождь и сверкают молнии. О, смотри как милый волк отряхивается от воды. Мы полностью нашли себя в версии 1.6 в сведении в игру карт. Открылся новый путь для навигации в мире блоков. Вещи стали подвижными в версии 1.7 в связи с добавлением поршней. Версия 1.8 подарила нам полностью динамическую систему боя. Возможность быстро перетягивать тетеволок и наносить фрагом критический удар. Была добавлена новая система генерации мира, деревья с жителями и огромные руины. Теперь пришел конец. Вас ждет настоящее испытание этого жестокого мира. Но в этом вы должны открыть себя сами. Следующая страница книги ваша.